Детский омбудсмен Динара Закиева предложила вести запрет на оставление детей до 12 лет без присмотра взрослых. Это связано с трагическими случаями. С начала года в стране произошло 16 пожаров с гибелью детей. Закиева считает, что запрет должен сопровождаться государственной поддержкой для нуждающихся семей. Одной из недавней трагедий стал пожар в Астане, где погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет. Министерство нациоэкономики опровергло слухи о налоге на банковские переводы казахстанцев. В ведомстве пояснили, что речь идет лишь об НДС на комиссии банков за их услуги, такие как переводы или выпуск карт. Если комиссия не взымается, налог также не начисляется. Проект нового налогового кодекса обсуждается с парламентом и бизнесом. Его планируют принять в 2025 году. Ранний депутат Асхатай Магамбетов заявил, что такие изменения могут удорожить переводы на 12%, что, по его мнению, ляжет бременем на граждан. Он выразил сомнение, что банки покроют затраты самостоятельно, и предупредил о риске утраты доверия к финансовой системе. Казахстан не намерен наносить учерп своей экономике, соблюдая западные санкции против России. Об этом заявил вице-премьер Серик Жумангарин. Он отметил, что республика не поддерживает санкции, но и не станет страной для их обхода. Однако ограничения на производство и экспорт товаров из санкционных списков вводить не планируется, так как это угрожает работе крупных предприятий и моногородов. По словам вице-премьера, эта позиция Казахстана понятна партнерам и не вызывает возражений. Вице-премьер отметил, что в стране есть производства, продукция которых попадает в санкционные списки. «Мы сказали по этим товарам, что никаких рестрикций делать не собираемся», подчеркнул Серик Жумангарин. Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами, если страны откажутся от доллара. Об этом избранный президент заявил в соцсети X. В частности, Трамп планирует взять обязательства стран-участниц не создавать и не поддерживать другую валюту, чтобы заменить американский доллар. В своей предвыборной кампании новый лидер США уже угрожал, что сделает уход государства от мировой резервной валюты дорогостоящим. Группа стран с формирующимся рынком БРИКС в этом году расширилась, включив в себя Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию и Египет. Напомним, на саммите в прошлом году обсуждался в том числе вопрос дедоларизации. Реакция на доминирование доллара усилилась в 2022 году, когда США ввели экономические санкции против России. Полиция Грузии только за вчерашний день задержала 50 участников акций протеста в Тбилиси. Накануне протестующие подожгли здание местного парламента. Они уже несколько дней требуют назначения новых парламентских выборов. Ранее президент Грузии Соломезу Рабишвили, которая поддерживает протестные настроения, заявила, что несмотря на истечение срока полномочий, она не собирается покидать президентский пост. В свою очередь, премьер-министр страны убежден, что за санкциями стоят радикальные оппозиционные силы, которые пытаются устроить в Грузии государственный переворот. В ЕС осудили действия силовиков в отношении протестующих, однако никто из западных политиков не подверг критике действия протестующих в Тбилиси, которые забрасывают полицейских петардами, бутылками с зажигательной смесью и слепят лазерами. Сирия при поддержке союзников будет отстаивать свою территориальную целостность и уничтожить террористические группировки. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. После активизации нападения в ряде регионов страны о готовности оказать полную поддержку государству уже высказались Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Иран. Причем последний обвинил в попытке дестабилизации региона Израиль. В свою очередь США заявили, что с сирийским обострением не связаны и выступили за деэскалацию конфликта. Точных данных о количестве жертв сторон пока нет. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню очередной партии вооружений на 385 миллионов долларов. По данным Deutsche Welle, речь идет о поставке запчастей для истребителей F-16, радиоволоконных систем, а также модернизированного оборудования мобильной связи. Китай, в свою очередь, выразил протест и объявил, что примет меры противодействия для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Пекин призвал Вашингтон прекратить поставки. Помимо этого, Китай также недоволен высоким приемом, который оказали президенту Тайваня Уильяму Лай в американском штате Гавайи во время его турне по Тихоокеанскому региону. Работники Volkswagen в Германии начали массовую запастовку из-за планов сократить зарплату на 10% и возможного закрытия заводов. Профсоюз IG Metzl остановил производство на крупных предприятиях в Фольксбурге и Цвикау. Ранние переговоры о защите рабочих мест провалились. Компания отказалась от создания специального фонда и мирное урегулирование завершилось акциями протеста. Следующая встреча сторон запланирована на 9 декабря. Профсоюз заявил, что готов к затяжному конфликту. Запастовка затронула 120 тысяч сотрудников и может стать одной из самых крупных в истории концерна. В Казахстане начнут выводить из оборота газовые баллоны, чей срок эксплуатации давно истек. Об этом заявили в МЧС. Для этого с бизнесом обсуждается возможность открытия дополнительных обменных пунктов. Это упростит процесс замены старых газовых баллонов на новые, пояснили в МЧС. В этом году требования к состоянию баллонов ужесточили. Срок их эксплуатации сократили с 30 до 20 лет. Кроме того, введен запрет на заправку газовых баллонов на автозаправочных станциях. Такие меры приняты из-за игнорирования требований по безопасности, а также использования старых газовых баллонов. Усиливается контроль за техническим состоянием баллонов путем пересмотра нормативных правовых актов, регулирующих их эксплуатацию и вывод из оборота старых и изношенных устройств. В этом году был принят нормативный акт, который ужесточает требования к состоянию газовых баллонов. И теперь при обнаружении нарушений их эксплуатация будет запрещена. В отопительный период многие казахстанцы охранят бытовые баллоны в морозы на улице, а затем вносят их в теплые дома, не дождавшись полного испарения жиженного углеводородного газа. После чего подключают их к газовому оборудованию, что значительно увеличивает риск аварии, отмечуя в МЧС. Например, такая трагедия произошла в ноябре в Акмолинской области, где погибли двое взрослых и ребенок. Люди не знали о правилах безопасности хранения и эксплуатации газовых баллонов. Всего же, по данным МЧС, с начала года произошло 37 аварийных случаев. Больше 30 человек были госпитализированы. Мировые цены на кофе могут подскочить на 25% в следующем году из-за засухи в Бразилии и тайфуна во Вьетнаме. Эти страны являются лидерами по производству сортов арабика и робуста. С начала 2024 года цена кофейных зерен увеличилась на 75%, достигнув максимума за последние почти 50 лет. В Казахстане кофе может подорожать вслед за Россией, так как страна полностью зависит от зарубежных поставок. Современная ситуация с модернизацией системы здравоохранения приводит к проблемам с кадровым обеспечением, так считают некоторые депутаты Сената. Это касается и городов и оулов. По данным Минздрава, на конец прошлого года дефицит врачей составил свыше 4800 специалистов. Наибольшая потребность наблюдается в Астане, Алматы и Шумгенте, а также в ряде сельских районов. Среди наиболее востребованных специальностей – терапевты, анестезиологи, акушеры-гинекологи. Депутаты предложили ряд мер для решения проблемы. К примеру, законодательно прикреплять функции координации профессионального образования за Минздравом и внедрить дорожную карту по улучшению кадровой политики. В здравоохранение сегодня вкладываются колоссальные средства, но пока не удалось добиться главного – удовлетворенности населения качества медицинских услуг. Ярким примером тому являются проекты, когда медицинские организации были переоснащены современным оборудованием, а на практике оказалось, что работать на нем некому. Не хватает в Казахстане и тепловиков. Сенатор Шакарым Буктугутов в своем запросе премьер-министру подчеркнул острую проблему оттока кадров из теплоэнергетической отрасли. Только в Североказахстанской области отток достиг 16% предопустимых 5%, а зарплаты в регионе значительно уступают среднереспубликанскому значению. Он отметил, что действующие тарифы и нормативы не позволяют повышать оплату труда, что делает отрасль непривлекательной для специалистов. Ко дню независимости Новому году в Казахстане появится три дополнительных поезда. Как сообщили в АОО, пассажирские перевозки с 13 по 5 января еще одним маршрутом дополнится направление Астана-Алматы и Астана-Шимкент. Дополнительный поезд октября до Астаны будет курсировать вплоть до 6 января. Также с 13 декабря начнет курсировать электричка Караганда-Астана-Боровое, которая будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны купе и плацкарт.